Глава республики подписал указ об учреждении медали столетия образования Чувашской автономной области. Об этом Михаил Игнатьев объявил на очередном заседании Кабинета министров. Сегодня члены правительства утвердили ряд важных документов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Медаль в память о столетии Чувашской автономии станет наградой за особые заслуги в развитии республики. Михаил Игнатьев поручил начать работу над эскизом знака отличия. К юбилейной дате региональным властям необходимо реализовать целый ряд задач, обозначенных в послании президента. Комплексный план сегодня утвердили члены Кабмина. Вы должны сейчас по обеспечительским мероприятиям в правоприменительной практике своими управленческими командами должны четко расписать ответственных должностных лиц. Развитие малого бизнеса, ликвидация несанкционированных свалок, капремонт школ, поддержка малоимущих и многодетных семей. В стратегическом плане приведены конкретные цели. Крайне важная программа для муниципалитета «Вземский учитель» отметил глава региона. Это новые направления, это просьба регионов. Президент поддержал на самом деле. В перспективе тот кадровый дефицит должен быть максимально ликвидирован, по сути дела, прежде всего сельской местности. Встречаться надо с выпускниками учреждений среднего и высшего профессионального образования для того, чтобы у них тоже понимание было. Потребность у нас была в прошлом году на 1 сентября 98 педагогических работников, но из них актуальность просто составляла где-то 30 педагогических работников. То есть позитивно к этому вносится, Михаил Васильевич. На реализацию региональных проектов в сфере медицины в этом году направят более 2 миллиардов рублей. В планах строительства ФАПов, модернизация больниц и развитие электронных технологий. Основной цель реализации регионального проекта в сфере здравоохранения достижения 24-го года роста ожидаемого производства жизни не ниже 78 лет. Важная роль в этом должна сыграть реализация инициированной главой республики. В 2018 году ведомство на программу мужское здоровье на него уже направили 46 миллионов рублей. Но властей республики беспокоят так называемые внешние причины смертности. Отравление, ДТП, несчастные случаи на воде. Глава региона отметил, что здесь на первый план выходит профилактика. Мы здесь дополнительные какие-то акции должны проводить. Вот это, по-моему, много обсуждали. Знаем, как нужно дальше, значит, принимать или иные меры. Перекраски там с разными подсветками делаем. Еще одна тема – подготовка к сезонным полевым работам. Все хозяйства региона обеспечены семенами. Посевная площадь превысит 500 тысяч гектаров. Агрария волнуют. Цены на ГСМ. Заключено соглашение о регулировании цены на топливо. В настоящее время продлено еще на три месяца до окончания пассивных работ. Для покупки необходимой техники, удобрения и топлива аграриям окажут господдержку. По прогнозам, пассивные работы начнутся с середины апреля. И еще одна важная новость. Сегодня члены правительства приняли постановление, по которому распределят субсидии муниципалитетам на ремонт спортзалов. В этом году работы проведут в 29 школах. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика.